Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэмморзмен. Меня зовут Майк. Только что я проводил Алиску на работу и сам, в принципе, собираюсь на работу. Собрал рюкзачок с едой. Там у меня салат, чай, два кекса и две вафли в шоколаде. Кайфовые вафли. Пойдемте на работу, а то можно и так и опоздать. Ну что ж, друзья, немного времени прошло, как мы с Анатолием решили поработать. Да, поработали так, что сейчас продемонстрируем вам небольшой анбоксинг. Покупку. Анбоксинг. Анбоксинг замечательного химического оружия. Почему химического? Потому что воняет китайским пластмассом химическим. Нет. Нет, не па... Это что, отечественное? Начинаем процедуру открытия нашей новой покупки. Дорогой, очень дорогой. Ну это на случай... Актуально, на случай войны. Будет одеваться, чем как раз два... Две пульки, две пульки для... Нет, одна для врага, другая для себя. Если не попал в врага, стреляешь в себя, просто делать уже нечего. Открыли потом. Так, постоянно вот. Ого, ого, я чувствую, что шарики-то... Шарики-то стальные. Не детские. Так, у нас зацеление. Так, есть. Отлично. Потрясающе. Вот это... Вот это мощь. Вот это мощь, я понимаю. Нет. Нет. Чувак, даже до колена не долетело. Это херня какая-то. Что-то оно... Я сильнее кинуть могу. Ну так, кстати, обидно. Обидно, но с другой стороны, это детский пистолетик. Что мы хотели? Чтобы дети друг другу мочили этими шариками? Больно же. Да, бля, это вот ты... Чувак! Вот ты... Ты понял, как этим пользоваться? Больно, да? Мне-то было больно. Ты попал мне прям... Опасный тебе. Опасный. Я не знаю, где-то у тебя все. Салаты еще у нас есть. И еще у нас есть большой сюрприз. Сегодня будет большая стройка. Итак, друзья. Мы проводим большой-пребольшой эксперимент, как... Как Анатолий сказал? Нагнетать мощность на игрушечном пистолетике. У нас есть шарик, у нас есть пистолетик. У пистолетика есть пружинка, которую, собственно говоря, мы... Вот так вот ее видно, там не видно? Видно, видно. Мы ее будем растягивать, дабы увеличить ударную способность. Итак, для эксперимента... Первый замер, так сказать, по дефолту, стандарты. Докуда долетит. Отлично. Итак, друзья, мы немножечко увеличили с помощью китайской палочки для еды. Как нам вышивают китайцы-китайцы. Китайцы, всегда они нагнетают мощность вооружения китайской палочкой. Своей. Мы чуть-чуть удлинили китайской палочкой... Китайский пистолетик. Китайский п... Пружинку китайского... Пружинку... Российскую пружинку китайского пистолетика. И теперь проба номер два. Итак, по дефолту. Было первый раз сейчас на удлиненной пружинке. Пли! По-моему, немножечко, чуть-чуточку. Чуть-чуточку. Толя решил, что если он порежет пистолет пополам, он увеличит его мощность. Ну, да, будет два пистолета. Действительно. Мы решили докопаться до истины. До маленького гномика внутри. Да, там у этой штучечки желтой есть посередине нарост, который не дает ей вылезти. И чтобы вытащить ее, нам нужно убрать нарост. Это все очень... Очень логично. А в это время я играю в игру. Попади в скотч. Вот этим шариком, отлетев от стенки. Практически. Практически. Я попал в скотч. Итак, что внутри? Ничего. Там-то вся едида. Нет, ну вот она, вот она стопорная. Вот по бокам, видишь? Ну, ее тоже нельзя убирать. Итак, друзья, силач Майк сделал это дело. Я раскрыл эту дребедень. И теперь раз мы ее сломаем. Нужно... Нет, вот теперь мне нужен опять ножичек, которым нужно чуть-чуть подковырнуть. Шарик упал. Ну, а вот и накатился снова. Ах ты, ехарасаты. Главное, что все по шву пошло. Все, теперь с легкостью мы достаем пипку. Легкая. Ну, практически с легкостью. Доставай пипку. Вот так вот. Нет, ее в сторону тяни. Вот сюда. На шов, да. А, понял. Твой замысел. Чик. Чик. И теперь осталось вот это только дотянуть. Все. Вот теперь мы увеличим мощь. Сейчас он, короче, холостыми стреляет. Увеличив пружинку... Толя, покажи, насколько ты увеличил. Столько. Вот, вообще, наверное, прям... Вот так, давай крупнячком. Крупняк долбанен. Теперь нужно как-то еще запихнуть туда-обратно. Туда-обратно, вот сюда. Все, впихиваем обратно и производим эксперимент. Экскремент. Опасный. Тут же, слушай, нагревается порох, и мне может обжечь руки. Стреляю так же, как тогда. Три, два, один. Ну да, дальше стал летать намного. Я надеялся, что он, там, не знаю, до линейки хотя бы долетит. Что-то какая-то беда, по-моему. Что мы еще можем сделать? Слышь, как-то страшно. У меня твой фотоаппарат в руке. Ты это... Ай! А-ха-ха-ха! Я пошевелил извилинами и понял, как еще можно увеличить мощность. Давай, стреляй. Только не в камеру. Давай в стену, да. Вот так вот. Не надо вставлять шарик до конца. Пойдем зарплату выклянчивать теперь с пистолетом. Пойдем. Друзья, вчера читаем множество, огромное просто количество ваших комментариев. Мы поняли, что многие хотят помочь нам с приобретением камеры GoPro Black Edition. Hero 3+. Потому что, если брать, то уж надо брать последнюю. Вот. И... Ну, вы понимаете, да, что... Эта камера, она... Я не знаю, по какой причине. Наверное, по причине того, что год назад она упала, подверглась ремонту. Моторчик фокусировки щелкал полгода где-то во всех влогах. Там щелчки эти слышны. Вот. Потом почему-то перестало щелкать. Но теперь перестал нормально фокусироваться. И фокус плавает. Это очень плохо. Это очень плохо. Снимать на телефон мало того, что неудобно, еще и там качество... Ну, оно как бы клевое, но оно не то. Оно рывками. Там нет стабилизатора, ничего такого нет. Вот. Ну и, собственно говоря, мы открываем наши счета опять для сбора средств на камеру GoPro. Про всем тем, кто сможет хоть помочь, хоть там, не знаю, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500 тысяч и прочие суммы. Вот. Мы будем дико при дико при супер мега сильно благодарны вам. Вот. И вообще, ребят, спасибо вам за поддержку. Этот человек просто убил себе когда-то моделиста, потому что смотрите, что он делает. Да, я модель был. Ну, вот я делаю самолет. Из зубочисток. Из зубочисток, нитки и силикатного клея. И это только одно крыло, он собирается делать биплан. Это безумец. Это безумец собирается делать биплан. Идут часы практически годы. Анатолий доделывает свое крылатое создание. Это выглядит у тебя на видео. Мощно? Да, мощно. Мощно, мощно. Вообще, ого-го. Ну, ты за сегодня, мне кажется, что-то не доделаешь. Хотя, еще много времени впереди. Несколько часов подряд сидел с зубочистками, ниткой и силикатным клеем. И сотворил... И сотворил вот этого чуда. Вот этого чудо сотворил этот человек. Замечательное чудо. Да, да, да. Поговорил. Но все равно хотят меня слышать. Чуваки, я пришел домой. Знаете, что меня ждет? Меня ждет, во-первых, салат. А во-вторых, Алиска. Ну, Алиска, конечно же, в первую очередь. Потом уже салат. И потом... Нет, нифига. Потом меня ждет офигенский набор из стручковой фаст... Стручковой фасоли. Мексиканская смесь. Стручковой фасоли. Простой фасоли. Гороха. Там нут. Нут. Потом морковь. Короче, вообще офигенно. Мексиканская смесь. И яблочки. Алиска запекла яблоки. Это все? Я их не запекла. А ты что, я только что поставила. Я просто спецыкала. А, ты забыла корицу добавить. У нас же это... Пригорает там. Короче, сейчас будет вкус... Вываляшка, блин. Сейчас будет вкусняшки и ужин. Вот это я объелся. Столько бобовых. Хоть сейчас иди в качалку, блин. Потому что белка там, наверное, немерено просто. Больше, чем в куске стейка с кровью. О, как я загнул. Стейк с кровью. Ну вот. Тем более. Мы смотрим спираль. Коицу сюда прям кидает? Кстати. Да, решили... Решили выпить... Барный? Да. Решили попить чай с корицей. И... Ну, с корицей, которая из банки, я так понимаю. Которую... Палочки. Да, где-то там. Вот он. У нас не заправлена кровать. Да, чуваки. Спирали, вот они. Она как-то пахнет странно. Мне кажется, что банка пластиковая пахнет. Мне тоже так, аж. Может, переложим? Потому что... Да, давай, наверное, переложим. А есть стекло? Ну, так-то оно и есть, но куда-нибудь пересетим. Ну, можно хоть, не знаю. Нет, она закрытая должна быть. Нет, почему? У тебя в коробке была в простой, картонной, которая дышала. Ну, она выветрилась. Ну, и нормально было. Ну, по-моему, не так уж сильно она... Она не пахла, но когда она попадала куда-то в жидкость, она же прям насытилась сразу ароматами. Можно вон в чайник в том-то. В чайнике вон в том стеклянном сверху, который лежит. Мне надо гречку пересыпать, когда-нибудь... Пыры-пыры-пыры... Ну, почти войдет. Да. Ура. Гречку. Вот задача. Мы там уже рис будем, я не хочу гречку. Я не знаю, а нас ждут яблоки. Сусняшинские. С чем они? Что там внутри? О, Господи, там много всего. Виноград. Виноград. Миндаль. Можно открою? Да. Миндаль, грецкие орехи, кишью, финики, чернослив. Я прям чувствую, насколько это сладкое. Все. Это дико сладкое. Запомню. Нет. Чернослив, финики, миндаль, изюм. Нет, изюма нет. Изюм это виноград. Ну, я так и думал. Просто я так сказал, я так хотел сказать. Когда мы заделаем дырку? Когда ты заделаешь дырку? Когда я заделаю дырку. Завтра. Нет. Прикольная серия Хеликса, Спирали. Мне кажется, что это конец сезона. Может быть. Девятый день. Серия это десятая или девятая? А чуда мне не видно. Ну, ладно. Короче, мне кажется, что это реально конец сезона. Кто смотрел, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Конец, не конец. Ну, конечно, в интернете где-нибудь стопудово написано. Но что-то сейчас читать нет желания. На часах 22.33. Спать. Да. Спать, потому что мне завтра с утра вставать нужно будет мешать кашу. Пока Лизка будет умываться, я буду следить за кашей. Завтра буду что-нибудь мутить, делать и всякое такое. Завтра будет завтра. А сегодня уже все. Закончился день. День прошел забавно. Ну, и единственное, что меня, например, в моем рабочем дне сегодня напрягло, так это то, что был долгий отсмотр в конце. Потому что сегодня отсматривала ассистентка, которая еще, ну, только начала у нас работать. То есть, ну, только выливается как бы во все дела. И она имеет небольшой пока опыт в отсмотрах. Поэтому очень долго все это было. Но все равно, с другой стороны, я освободился не так уж поздно. Вчера они вообще освободились в час ночи. Да, вчера Вадик был, потому что Вадим, тот самый. Всем привет, Вадим! С Бадуна? Да, Вадим с Бадуна, точно. Вот. Ну, как-нибудь, может быть, он опять попадет во влог, я думаю, еще не раз. Вот, так что он еще даст о себе знать. Друзья, ладно. Напоминаю, что мы открыли сбор средств на... Ну, средств денежных, естественно, там. А, круто. У меня тоже такое есть, только не совсем такое, у тебя более круглое. У меня более кожаное какое-то яблоко. У меня меньше. Короче, мы съели эти яблочки, все такое. Я еще раз напоминаю, что начали сбор денег на GoPro. Все, кто желает поучаствовать, пожертвовать, так сказать, деньги на новую камеру, потому что, знаете что, я сейчас вам еще одну фишечку покажу. Я только что Алиске ее показывал. У нас что-то с камерой. Смотрите, я приближаю. Приближаю, приближаю. И видите, я специально на монотонную стену. Видите, вот кругляшки такие. Три кругляшка, два кругляшка и один какой-то овальчик. И это не на стекле. Я сначала думал, что это на объективе. Вот сейчас отдаляю, и они... И практически все исчезли. Это, видимо, где-то там внутри, короче. Я не знаю, что это за ботва. Вот. Ну ладно. В общем, камера наша потихонечку умирает. Я надеюсь, она доживет до того момента, как мы все соберем на GoPro. Естественно, мы как бы не надеемся на то, что вы всю сумму нам соберете, да? Ну, как бы все пожертвуют, там все сейчас накидают. Ну, это был бы, конечно, идеальный вариант, но мы все равно тоже вкидываем, естественно, деньги. Добавляем просто сейчас... Сами знаете, что сейчас зарплаты. У нас до сих пор нет за январь зарплаты до конца. Вот. Еще 50% за январь нам торчат, за февраль полный торчат. И, ну, март начался. Вот. Как бы так. Не знаю, что за вообще ботва происходит. Но, вот. То ли говорит, то ли работает 5 лет на канале, он говорит, что такое впервые. Но я надеюсь, что все будет к лучшему. Ну, в смысле, все придет к нормальному вообще состоянию. Вот. Все, друзья. Всем отличного настроения. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. С вами были мы. Кэмвузмен. ПОКЕДА! Субтитры сделал DimaTorzok